Итак, разбираем задачу номер 1 из сборника задач для курса «Алгебра 2» калифорнийского стандартного тестирования. Если вы сможете решить все или, как минимум, понять все 80 задач, то вы хорошо знаете этот курс, алгебру 2, как минимум на калифорнийском уровне. Задача номер 1. Каково решение уравнения модуль 3 минус 6х равно 15? Посмотрим. 3 минус 6х равно 15, потому что модуль 15 — это 15, поэтому 3 минус 6х может равняться 15. Но 3 минус 6х может быть равно и минус 15, так как модуль минус 15 — это 15. Запишем. Либо 3 минус 6х равно минус 15. Если это равно минус 15, взяв модуль, получим 15. Любой из вариантов может быть правильным. Найдем х. Вычтем 3 из обеих сторон, получим минус 6х равно 12. Разделим обе стороны на минус 6, получим х равен минус 2. А здесь, если вычесть 3 из обеих сторон, получим минус 6 равно минус 15 минус 3. Т.е., минус 18, разделив обе стороны на минус 6, получим, что х равен трем. Так как минус на минус, то х равен трем. Таким образом, х может равняться минус 2 или 3. Вариант В. Вторая задача. Давайте сменим цвет. Эта задача похожа на предыдущую. Каковы все возможные значения х модуля 12 и минус 4х равно 2. То же самое. 12 минус 4х может быть равно 2. Модуль 2 — это 2. Получим 12 минус 4х равно 2. Либо 12 минус 4х может равняться минус 2, так как модуль минус 2 — это 2. Получим 12 минус 4х равно минус 2. Это либо. Вычтем 12 из обеих сторон, получим минус 4х. 2 минус 12 — это минус 10. Найдем х. Разделив обе части на минус 4, получим минус 10 делить на минус 4. Минусы сократятся, и это равно 5 вторым, либо 2 плюс 1 вторая, то есть 2 с половиной. Я записал 2 с половиной так лишь потому, что посмотрел на варианты ответов, там даны лишь десятичные. Посмотрим на другую вероятность. Вычтем 12 из обеих сторон, получим 4x равно минус 2 минус 12, то есть минус 14. x равен минус 14, делённому на минус 4. Минусы сокращаются, получается 7 вторых, и это равно 3 и 1 второй, то есть 3 с половиной. Таким образом, x может равняться 2 с половиной или 3 с половиной. Вариант D. Третья задача. Я буду писать зелёным. Задача 3. Для свадьбы Шерода купила несколько дюжин роз и гвоздик. Розы стоят 15 долларов за дюжину, гвоздики — 8 долларов за дюжину. Итак, розы 15 за дюжину, гвоздики — 8. Всего Шерода купила 12 дюжин цветов и заплатила 192 доллара. Сколько роз она купила? Введём переменные. Пусть R равно дюжине роз. Надеюсь, вы понимаете мой почерк. И также пусть С равно дюжине гвоздик. С равно дюжине гвоздик. Известно, что всего она купила 17 дюжин цветов. Количество дюжин роз плюс сколько-то дюжин гвоздик, которое она купила, должно равняться 17, так как она купила всего 17 дюжин. Также нам дано, что она потратила 192 доллара. Как же нам выяснить, сколько она потратила денег? Если она купила R дюжин роз, сколько она потратила на розы? Каждая дюжина роз стоит 15 долларов. Она потратила 15 умножить на количество дюжин. Столько было потрачено на розы. Сколько она потратила на гвоздики? Она купила С дюжин гвоздик. Каждая дюжина стоит 8 долларов. Она потратила 8С долларов на гвоздики. Общая сумма составила сумму, потраченную на розы, плюс сумма, потраченная на гвоздики. Это равно 192. Теперь у нас есть два линейных уравнения и две неизвестных. Мы можем решить их. Мы хотим найти количество роз. Таков был вопрос. Попытаемся сократить количество гвоздик. Если мы умножаем верхнее уравнение на —8, то получаем —8С. Это сократится с этим. Умножим верхнее уравнение на —8. Получим —8r минус 8С. Чему равно —8 умножить на 17? Посмотрим. 17. Я посчитаю в углу. 17 умножить на 8 равно 56. Я умножаю 1 на 8. 13 плюс 5 — это 1. 1 умножить… 1 на 8 — это 8. Плюс 5 — 13. 15, извините, равно 136. Мы умножили на —8, поэтому поставим минус здесь. Теперь мы можем сложить оба уравнения. 15 минус 8 — получается 7r. 8С минус 8С — это 0. Для этого мы умножали верхнее уравнение на —8. Всё равно 192 минус 36. Посмотрим. Можем перегруппировать. Это 12, это 8, равно 56. 7r равно 56, а r равно 8. Шереда купила 8 дюжин роз — это вариант С. Четвёртая задача. Задача 4. Каково решение системы уравнений? Даны 3 уравнения с тремя переменными. Это всегда самые трудные задачи. Посмотрим. Дано 2х минус у плюс 3z равно 8. Дано х минус 6у минус z равно 0. И ещё одно, минус 6х плюс 3у минус 9z равно 24. У нас есть несколько вариантов решения. Мы могли бы использовать матрицы и обратные к ним матрицы и также метод Гаусса. Либо мы можем просто использовать метод умножения и уравнений друг на друга со сложением, чтобы ограничить их или определить переменные. Сделаем последним способом. Я не хочу объяснять другие виды умножения матриц. Всё, что я хочу сделать, это использовать это уравнение и эти 2, чтобы попытаться сократить х. Подумаем, как это можно сделать. Упростим это, чтобы получить в уравнениях, которые я рассматриваю, самое меньшее целое число. Я знаю, это не совсем верное определение, но посмотрите на все члены этого уравнения. Они все делятся на 3. Так давайте разделим их. Это последнее уравнение станет… Разделим его на 3, получим минус 2x плюс y минус 3z равно 8. Сократим. Я разделил это на 3. Это то же самое. Всё, что вы делаете в одной части уравнения, вы можете сделать и в другой. Используем это уравнение с этим и затем это уравнение и это уравнение, чтобы получить 2 уравнения с y и z. Нам нужно сократить х. Чтобы сократить этот х и этот х, мы можем сложить их. Так как 2x плюс минус 2x, то х сократятся. А затем мы могли бы умножить это уравнение на минус 2x сократиться здесь. Я запишу зелёным. Если я сложу это уравнение с этим, 2x минус 2x будет 0x минус y плюс y будет 0y. Это нули, но я записал их, чтобы показать, что мы сделали. Они сокращаются. Плюс 0z. Это равно 8 плюс 8, то есть 16. Получается 0 равен 16, что не имеет никакого смысла. Здесь нет решения. Если вы хотите представить наглядно, что происходит, то каждое уравнение представляет собой плоскость в трёхмерном пространстве. Мы не получаем решения или пересечения между этим уравнением и этим или этим, которые одинаковы. По единственной причине они параллельны. Своего рода параллельные уравнения. Можно было бы получить множество решений, если бы совпадали их плоскости. Но это параллельные плоскости, поэтому они никогда не пересекутся. Теперь понятно. И это, кажется, имеет смысл, так как эту часть… Но не буду вдаваться в детали. Сфокусируемся на решении задачи. Можно сказать, что, когда вы складываете это уравнение с этим, чтобы сократить х, всё остальное сокращается и получается бессмысленное утверждение, где 0 равен 16. То есть решений нет. Вариант С. Это параллельные плоскости в трёхмерном пространстве. Задача номер 5. Менеджер ресторана купил 20 упаковок рогаликов. Несколько упаковок содержали по 6 рогаликов в каждой, а остальные по 12. Всего было 168 рогаликов. Сколько упаковок с 12 рогаликами купил менеджер? Он купил несколько упаковок по 6. Упаковки по 6 плюс упаковки по 12. p — это придуманное мной обозначение. Всего он купил 20 упаковок. То есть выражение равно 20. Всего купил 168 рогаликов. Сколько рогаликов было во всех упаковках по 6? В каждой было по 6. То есть 6 умножить на количество упаковок. 6 умножить на это. Это количество рогаликов из упаковок по 6, а это количество рогаликов из упаковок по 12. Количество упаковок умножить на 12 равно 168. Два уравнения, два неизвестных. Это линейные уравнения. Мы должны уметь решать такое. Нужно узнать, сколько упаковок по 12 он купил. То есть надо найти p с обозначением 12, как бы вы это ни назвали. Нам нужно сократить p6. Если мы умножим верхнее уравнение на минус 6, получим минус 6 умножить на упаковки по 6, минус 6 умножить на упаковки по 12. Я умножаю верхнее уравнение на минус 6. Равно минус 120. Теперь сложим оба уравнения. Это сократится. В этом и была вся суть. 12 умножить на упаковки по 12, минус 6 умножить на упаковки по 12, равно 6 на упаковки по 12. И равно 168 минус 120, то есть 48. Получилось, что было 48 упаковок по 12. Разделим на 6, равно 8. Таким образом, было 8 упаковок по 12. Менеджер купил 8 упаковок по 12. Это вариант b.